Уже стала традицией проводить спортивно-танцевальные чемпионаты в мечте. Конкурсанты говорят, здесь паркет легкий и счастливый, даже для начинающих. Смотрите, как зажигают в стиле латино 12-летние пары. Примерно в таком же возрасте танцы вскружили голову главному судье турнира. Похвастаться чемпионскими титулами я не могу, но я профессиональный человек, я окончил институт физической культуры, являясь профессиональным тренером, преподавал танцы, воспитывал танцоров и продолжаю эту работу. А почему проводится здесь, в Одинцово? Зал очень удобный, камерный, площадка хорошая для исполнения, все коммуникации присутствуют, условия очень замечательные и для танцоров, и для работы судьи. Фотокорреспондент Виктор Мальчевский не пропустил ни одного турнира. Всех победителей и высоких гостей, призеров мирового первенства, помнят по именам. Стены танцевального зала украшают его фотогазеты. Бально-спортивные танцы соревнования начались в декабре 99-го года с открытого Кубка главы Одинцовского района и высшей государственной школы спортивного мастерства. Выступали представители из таких государств, помимо стран СНГ, Грузии, Румынии, Италии, Словении, Дании, Германии. Самый красивый вид спорта – это бально-спортивные танцы. На этом конкурсе, как всегда, блеснули голицинцы – воспитанники Ирины Максимовой, Евгений Андрианов и Ксения Бролкина. И недосягаемые в мастерстве пара Анастасия Кравченко и Андрей Волков. В 2009 году в Одинцово был создан спортивно-танцевальный клуб «Мечта» под руководством вице-чемпионов мира и Европы Александра и Анны Равдель. Сегодня в категории А плюс Б дебютируют их воспитанники. 15-летний Виталий Чернышев и Карена Завражина. Их номер 6. С удовольствием, волной следим, как блестящие они выполняют стандартную программу – вальс, танго, фокстрот. Кажется, судьям не остается повода для замечаний. Но дождемся результата. Каждый турнир или будь то какой-то фестиваль – для наших сотрудников это всегда волнительно, ответственно. Мы очень рады, когда у нас проходит соревнование такого уровня. То есть бально-спортивные танцы – это, безусловно, очень важно для города, для развития этого спорта. И мы гордимся тем, что именно турнир проходит всегда в культурно-спортивном центре «Мечта». Наши двери открыты для турниров, для фестивалей. По итогам чемпионата наши дебютанты заняли почетное второе место. А наша телекомпания была удостойна диплома за информационную поддержку. Галина Поликарпова, Дмитрий Цебулевский, телекомпания «Одинцова». Ну что ж, спасибо. Спасибо.